окей надеюсь что не сильно мы вас расстроили тут время стоит минута 40 время стоит юрк до юрков сейчас забивает с фолом 2 очка на линию штрафных 15 номер сейчас у нас отправится у мичигана будет сейчас юрков бросать 1 сразу же 2 очка сразу же забивает замену просит юрков выйдет как раз таки мехен вместо него на площадку последний минут второй четверти тем временем у нас идет сбрасывает на гальчики на тот заряжает не попадает александров атаки галечкин его прижимает достаточно далеко от кольца давыду заигрывают 13 сам решает в трехе попробовать не заходит галечкин подбирает 24 секунды будут сразу попытались быстрой передачи тут бобкат сыграть александров в отрыве и 2 очка с фолом в итоге от нулевого на линию штрафных он сейчас станет 2 очка от нулевого александр там сейчас забил да время заканчивается и есть возможность еще есть штрафной забить нет к сожалению ну да ладно большой перерыв у нас между четвертями 53 38 впереди у нас мичиган ну и надеюсь что силу хватит у них додержать это преимущество все-таки совсем без замен практически команда ну посмотрим посмотрим м 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 Спасибо. 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 Классно вообще это было. Вот сейчас хорошо сказано. Ну что, начинается у нас третья четверть. Более-менее такие человеческие цифры на трехочковой истории. 40% продолжает Мичиган попадать против 38 у соперников. И первая атака в Боб Кэтс неудачно для них заканчивается. Юрков с мячом. На трехе оставляют его одного. И за это сразу же он наказывает. Просто раз за разом тащит в Валиулин Артур мяч. В итоге на дуге Кириленко отдает. Подкопаев. Юрин. На Кириленко попробовал отдать передачу. Успевает Михиенков организовать там перехват. Сазанов вернулся на площадку. Колосов заигрывает. Снова один. Совсем один. В этот раз Юрков не попадает. Свободный абсолютно бросок. Но тем не менее остается мяч у Мичигана. Хорошо очень уходит на ногах от 74 номера. И тайм-аут сразу же берет команда Боб Кэтс. Одна минута, в принципе, практически у нас прошла. Ну, впустили сейчас опять. Не знаю, почему Боб Кэтс не учится на своих ошибках. Юрин явно способен попадать. Явно раз за разом уже это показывал. И по-прежнему, оказывается, он один на дуге. Настолько в одиночестве, что даже не выходит никто абсолютно на него, чтобы помешать этому броску. Ну, видимо, маловато. Отгрузили еще Боб Кэтс трехочковых. Хотят парни еще подарков. Я думаю, что Мичиган с радостью организует это своим соперникам. Ну, пока атака Боб Кэтс. Посмотрим, что они придумают в угол передачи. Кириленко получает его. Развернулся. Скидывает на 69-го. Валиуллин промахивается. Оп-оп-оп. ДТП чуть-чуть случилось. Все живы. Самое главное. Ну и снова атаку. Команда 75-й тут начинает. Подкопаев с мячом не знает, куда его отдать. Находит в итоге Юрина. А из угла Валиуллин зарядил. Не попало. Юрин сейчас забивает из-под кольца два очка. Юрков. Колосова заигрывает. И в проход отправляется 28-й. Есть от чего расстроиться. В принципе-то все сделал как нужно. Не забил. Александров тут на двоих обворовывают соперника. И наконец-то довольный. Колосов забивается из-под кольца. В защиту просит его партнера побыстрее вернуться. Юрков в угол. У Юрков Юрин конечно же. У Шарлот игрок. Находят они там очень неплохо Валиулина. Тот не забивает. И в итоге пробежка у 74-го. Кириленко Владислав. На подбор тут рванул. Юрков не удалось мяч подобрать. Подкопаев тем временем с мячом. Юрина находит. Возвращается в мяч Подкопаеву. Бросает с трехи. И мяч не касается даже кольца. Юрков тем временем у Александрова через полплощадки заряжает. Тот улучшает позицию со среднего. Ну, подбор тут по-прежнему царит на нем Михиенков. Два раза сумел подобрать. Первый раз после промаха своего же. Ну и в итоге два очка набирает для Мичигана. 26 очков. В итоге сейчас уже разницы. Юрков получает персональное замечание на линию штрафных. Да, наверное, в Валиулин у нас отправится. 69-й. Ну ты серьезно? Ты серьезно. Ты серьезно? Нет. Ты забыл одну команду, в которой игрок по 45 очков там накидывает. Вермонт, если не я ошибаюсь они называются. Александров с мячом Хорошо заряжает И просто продолжается Трехочковая Я не знаю, феерия От команды Мичигана Находят тут передачи На дуге четвертого Панченко бросать не стал В итоге в лицевой Уперся Подкопаев И Юрин бросил Да не попал Юрков тем временем у Мичигана Решил подергать Кириленко Можно было свистать фалы Но может немножко заигрался 15 номер, Кириленко 2 очка Сейчас удалось убежать В 3-2 И реализовали этот момент Хороший, свободный Юрков продолжает Раз за разом забивать с дистанции Просто Какое-то Офигенное Я даже не знаю Просто процент попаданий Дичайший у этих парней Ну вот Подкопаев Сейчас отвечает в этой атаке Но опять-таки Александров Получает Освобождается Юрин эту позицию проиграл Только тут сам Александров этот мяч Сейчас не забил Тем временем Валиулин попытался продавить Под кольцом Не получилось Опять Александрова Находит Очень быстро Думал, что свой там бежит Но в итоге Ошибся С передачей Кириленко заряжает Не попадает Колосов Отличная передача От Большого Ай-яй-яй Как же так Хороший очень эпизод Сейчас отыграли Парни из Мичигана Но не забили К сожалению Хорошо Сейчас в защите Сазанов Отыграл Сазанов Сазанов Не знаю 45-72 Говорят счет Юрков Тем временем С мячом Белов Против него В защите Выходит Помогает Заслоном Колосов В другую сторону В итоге Юрков рвется И Фол Белов Получает С лицевой Мяч В игру Будут водить Игроки Мичигана Александров Взялся за это дело Там Сазанов Вдвоем Аж Парни Сблизились Хорошо Очень Колосов Вновь Обыгрывает Но вот Павлова Забить Только не получается Пока что фолят На нем Но Такая просьба Не буду сейчас Наверное Не реагировать Белов Тем временем С под кольца Два очка Для Шарлот Бобкэтс Забивает Колосову Хорош Очень за спину Туда наброс Ну вот это Постоянное Преимущество Да Тут Все 28 Получает Возможность Пробить Да Перед этим Технически За слишком Яркое проявление Эмоций Но не попадают Игроки Один бросок Да Технически Ну и посмотрим Как колос Сейчас справится Проблемы у Макса Присутствуют В этом элементе Ну и вновь К сожалению Промахивается По-моему За два матча Там На линию штрафных Раз 8 Он вставал И забил Один По-моему Штрафной Если я не ошибаюсь Но второй Сейчас попадает Все-таки Выдохнул Перекрестился Пошел отдыхать 28 номер У Мичигана Ну и Белов С мячом Атаку своей команды Он будет сейчас начинать Находит В углу Галечкина Тот возвращает На Белова Покрутился Вокруг своей оси Пятый номер Но обыграть Соперника не смог Передача Совсем уж не точная От Михиенкова И в итоге Бобкетт Снова в атаке 72-47 Нужно Нужно Мичигану Тут доигрывать Хороший перехват От Сазонова А вот передача Не очень точная Вышла Не очень качественная Тем не менее Александров Через руку Заряжает Не попадает Сазонов Подбор Оформляет Нападение И два очка Объясняет Очередные Три очка Павлов С мячом Степанову Отдает Тут Очень далеко От кольца Не знает Что делать В итоге Возвращает он Павлову И Тут Заряжает Совсем Совсем мимо Юрков Александрову Передача Не прошла Как раз таки Павлов Успел вернуться Помешать Этому Быстрому Отрыву Ну и снова Боб Кэтс Галечкин Разворачивается Два очка 23 номера Мы видим Ну Юрков Снова С мячом Снова На половину Соперника Выводит Белов Там пытается Так Поддавливать Руками Достаточно Активно Работает Ну и в итоге Окрал Все таки Юркова И два очка От Белова Получает Ну Александров В итоге Сейчас в эту атаку Начинает С своей команды Да На дуге На дриблинге Снова теряют мяч На ровном месте Мичиган Может быть стоит Немножко передохнуть Парням Ну тем Сазонов Там один против троих Отбился Два очка Из-под кольца От Михиенкова Ну и Сазонову Отдельный аплодисмент И один против троих Там выцепил Мяч у соперников В угол передачи На Павлова Тут Пробует Не попадает В первой четверти С этой же позиции Практически Только в другое кольцо Он забил Александров Один под кольцом Не промахивается Нулевой номер Очень умно Очень экономно Играют сейчас Мичиган Стараются лишний раз Не уходить в атаку Ну а тем временем Пробежку фиксируют У Юрина Сазонов Свою атаку Начинает С мячом Девятый номер Галечкин Пытается Максимально Поддавить Ну и теряет На дриблинге Михиенков Мяч Обокрали его Очень неплохая Передача От Белова Тоже хороший В принципе Момент Мы сейчас увидели Александров С мячом Тут достаточно Высоко и далеко Пытаются Заслоном помочь Но не стал Он им пользоваться Юрков Зарядил треху И тут как-то Боб Кэтс На подборе Подрастерялись Забирает мяч Мичиган Александров Будет его водить Сазонов Из угла Куда-то улетает Туда уже в стену Выстреливает Не попадает Белов Через руку Соперника И на последних Секундах Друзья Забивает Белов И в итоге Время у нас Закончилось 82-58 Четвертая четверть Нас еще ожидает Но Все-таки По-прежнему Мичиган Ведет Эту игру По-прежнему Контролирует Все события И если сейчас Грубых каких-то Прям совсем Потерь Не будут совершать Думаю Шарлот Боб Кэтс Победа в этом матче Не светит 27 на 20 Третью четверть Мичиган За собой оставляет Да и в принципе Все четверти В этом матче 35 на 23 Первую Они выиграли Там просто Феерия трехочковых Была 23 на 15 Во второй 27 на 20 В третьей Соответственно По-прежнему 40 процентов Трехочковых 41 и 1 Даже у Мичигана 34 и 6 У Шарлот Тоже неплохой Показатель Но конечно С Мичиганом Тут не сравнится И больше 50 процентов 54 и 2 Со средней дистанции Мичиган Попадает Ну а вот Шарлот Как раз таки Все Просто даже интересно Посмотреть У Мичигана Посмотрим Что там Как раз таки У Юркова 38 очков Уже 15 номер Набрал 44 процента С трехочковой Отличная игра Просто От Даниила И снова Он с мячом В проход В угол Скидывает Теперь уже Треха А 32 Владение Остается Сейчас У Мичигана Юрков Как раз таки Мяч будет Вводить Колосова Заигрывает Ошибается В обратной передаче Большой парень Из Мичигана Березин Полетел вперед Неплохо За спиной Мяч переводит И бросок Свободный В итоге Для партнера Все таки Организуют К ребенке На Александр Бросок Исполняет В итоге Тут на ровном месте Под кольцом Под кольцом падает Игрок Боб Кэтс Показывал Всячески Что Задвигал У Колосов Хороший Какой разворот А 28 Очень Все технично Делает Центровой Юрков успевает Тут на ногах Защиту вернуться И второй Подряд Бросок Уже Не попадают Два сразу В каждой атаке Не забили В этот раз Шарлот Боб Кэтс Сазанов С мячом Притормозил Атаку на дуге Александров Все таки Доходит Передача До 32 Мехиенков Разворачивается Два очка Отличные От 32 26 очков Дистанции По прежнему Продолжают Хорошо Очень в атаке Себя Мичиган Реализовывать В угол Передача Прошла Бросать Только там Панченко Не стал И в итоге Сейчас От 76 Бросок По рукам Немного досталось Но в итоге Быстрый перевод И Юрков Чуть мяч Не потерял Не допоняли Сейчас Между собой Парни из Мичигана Сазанов И Юрков В итоге Потеря Березин На Панченко Играет Получает Сразу же Обратную передачу Врывается В зону Не ждали Этого паса Панченко С трехи В переднюю дужку Подбора нет Убежал Уже Сазанов Там В отрыв Надел Что партнеры Подберут В итоге Юрков Сейчас забрал Мяч И тут Совсем Один Колосов Первая Не заходит Вторая Не заходит И в итоге Забирают У него Третьей попытки Не дал Боб Кэтс Для большого Парня Из Мичигана В углу Там Немножко Замялись Панченко С мячом Александров Дальше далеко Выходит Чтобы помешать Там игрокам Боб Кэтс Что-то выполнить Панченко Промахивает Со средней Сазоновой Передачи Приходит Александров На дальней стороне Ну Что можно сказать В принципе Сейчас блокшот Блокшот Александрову Со спины Выписывает 73 Это Цилев Но Два очка В любом случае В этой атаке Удается Мичигану Организовать 8.20 Остается Еще играть В этой четверти Ну У Мичигана Нет Особо Сложностей Пока С Боб Кэтс А вот у Боб Кэтс Никаких ключей Чтобы ответить Как-то Мичигану В атаке Тоже Мы не видим Березин Бросает Не попадает Там Юрков С Александром Вдвоем За одним мячом Боролись За один мяч Сазонов Сразу же Отправляет На своего Большого Передачу Но не доходит Она до Колосова И Боб Кэтс Еще один шанс В атаке Получает Снова Березин Но в этот раз Промахивается Очень активно Березин Тут встречал Сазонова Ну Фол Ну Амуницией Борется Эту передачу Свалить Все-таки Передачу Борется Остается Борется Борется Ну, такие более-менее Хотя бы красивые Эпизоды Александров Проход, идет Да, ну, Степанов Возмущается, не разобрались Кому, с кем в защите играть Александров снова один Заряжает треху Я не знаю Просто вдвоем 15-й нулевой Тут устроили феерию Трехочковых Юрков Очень аккуратно сейчас защищался Против как раз-таки Степанова Тот забивает сотню Накидали парни из Мичигана Еще минуту 40 играть Может быть и больше мы увидим Да, тут Ушел все-таки мяч Касание конструкции На площадке произошло Юрков через руку заряжает Нет, в этот раз Сетки мяч касается, но вот в кольцо Только не попадает Бобкэтс начинает свою атаку Минута 18 Остается Галечкин один на трехочковой Бросает, не попадает Белов под кольцом там пытался Отвоевать себе место Не доходит до Сазонового мяч Бобкэтс имеет возможность Белов заряжает Ближнюю дужку Юрков там Наступил неудачно Видимо, как-то на одной ноге запрыгал Будем надеять, что все хорошо У 15 номера Ну, за 58 секунд до конца Да, при храму 15-й покидает площадку Ну, очень хочется верить, что Это Не Супер серьезно Сазонов с мячом Там под кольцом Связали ему руки Бросить не дали И, к сожалению, Райбагин Теряет мяч У Мичигана С боковой сейчас Будут мяч в игру водить Березин Галечкина задействуют Александров там Хорошо поджался И в итоге пробежку заставляет 23-го номера Бобкэтс Совершить Александрову возвращают в передачу Будет держать Нет, решает Бросить Накрывает его бросок Белов в передаче И с партнером делится Но только Сазонов к ней успевает И фол В итоге 73-му Целев Алексей Это выписывают Два штрафных В исполнении Сазонова Мы увидим На линию штрафных Девятый номер отправляется 31 секунда До конца встречи Ну что За сотню Нужно переходить И Не хочет этого делать Видимо Сазонов Может быть Ровное число Нравится 66 на 100 Нет Оба мимо К сожалению Сотню Разменять Пока Мичигану Не удается Но вот Зато владение Сейчас у них Есть Для этого Возможность Не с линии штрафных Хорошо Отдает Но там Белов Накрывает И владение У Боб 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 Сазонов Показывает Показывает Что он Не собирается Ни в коем случае Атаку проводить Давыдов С мячом Просто на сторону Соперника Мяч Они переводят И Заканчивается На встрече 100 Ровно На 66 Очень уверенная Победа Мичигана С чем мы Их поздравляем Ну и феерия Трехочковых Конечно же Самое главное Что в этом было Ладно друзья Финальная игра Нам предстоит Не расходимся Далеко